Всем привет, друзья! С вами Катринка, вот она я, вот мой канал. Хотела сегодня снять для вас полезное видео, возможно, для многих это будет открытием, потому что вижу, что некоторые люди, многие не знают, как поставить рекламу вручную в новой творческой студии. Это будет видео полезно для тех, кто ведет свой канал, кто уже подключил монетизацию и задается данным вопросом. Так что смотрите видео до конца и не переключайтесь. Итак, первым делом хочу извиниться за качество, потому что, конечно, это не мой контент, и здесь экран с экрана, возможно, будет передаваться немножко с искажением, но я думаю, это будет незначительное искажение. Саму информацию, которую я хочу до вас донести, будет видно. Поэтому переходим, вот мой канал Катринка. Кто не знает, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Итак, мы переходим в творческую студию YouTube. Все знают эту кнопочку синюю на вашем канале. Переходим. И что мы видим? Новая творческая студия, конечно, для очень многих, для меня в том числе, неудобна. Действительно, это так. Много есть там разных нюансов. Мы привыкли уже к старой творческой студии, было все там удобно для нас. Здесь, конечно, не очень. Вот таким образом выглядит панель управления канала. Мы здесь видим аналитику канала. И что мы включаем в видео? Переходим на видео, которое есть у вас на канале. Итак, мы видим наше видео. Я сегодня буду вместе с вами ставить на вот этом видео рекламку. Смотрите, как очень просто и легко одним нажатием перейти в монетизацию. Вот здесь у нас есть значок доллара. Мы на него нажимаем. И у нас открывается окно монетизации видео. Далее мы клацаем, чтобы у нас все было, везде черные галочки отмечены. Рекламные подсказки, без возможности пропуска, с возможностью. Это мы все отмечаем. Так. Вот такое у нас окошко. Итак, приходим к самому главному. Мы отмечаем перед видео. Это вы, конечно, как хотите. Можете не отмечать, если вам не нужно. Мы отмечаем галочку «Во время воспроизведения». И здесь нужная нам кнопка «Указать вручную». Открывается самое нужное окно, которое мы видим. Значит, теперь просто вручную мы можем это сделать ровно за 30 секунд. Смотрите, я ставлю мышкой, допустим, здесь, на этом периоде. Нажимаю на кнопку «Добавить рекламную паузу». У нас здесь показало, видите? Это первая наша рекламная пауза. Она у нас на второй минуте 18 секунд. Далее я хочу поставить здесь. Нажимаю «2». И теперь я нажимаю вот этот «плюс». «Плюс рекламная пауза». Оп. Все, вторая рекламная пауза у нас на 4.47. И так далее. Смотрите, третья. Плюс. Четвертая. Плюс. Здесь неограниченное количество, сколько хотите, столько ставите. Пятое. Плюс. И шестая, к примеру, да. Снова плюс. Здесь вы можете проверить. Вот список, пожалуйста, ваших рекламных пауз. Все, которые есть. Не нужно переходить на старую творческую студию. Все здесь работает. Как вы видите, все работает. Поэтому нажимаем на кнопочку «Продолжить». И здесь мы еще, конечно же, добавляем рекламную паузу после видео. Это как хотите. Это не обязательно. Это ваши все пожелания. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». Сейчас, если не верите, можно перепроверить. Сейчас перепроверим, насколько они сохранились. Смотрите. Я снова нажимаю «Указать вручную». И они нам должны показаться. Оп. Видите, они не стерлись. Они все есть. Еще раз вот вам показываю. Весь список реклам сохранен. Все есть. Теперь мы отменяем. Так что, в общем-то, это все. Так что, друзья, на этом все. Надеюсь, видео было полезно. Кому полезно было, ставьте лайк. Кто это знал, также ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. С вами была Катринка. Надеюсь, что у вас будет много-много доходов от той рекламы, которую вы сегодня поставили. Чего, собственно, вам и желаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok